Друзья, приветствую! С вами Николай Мрачковский. И мы продолжаем разбирать с вами систему воспитания и развития детей. И сегодня поговорим о дисциплине, то есть о том, как воспитывать в ребенке дисциплину. Вновь повторюсь, что я просто делюсь своим опытом, своими наработками с моими тремя детьми, с взрослыми, с более взрослыми детьми, с кем я работаю. И не претендую на абсолютную истину, а делюсь то, что работает у меня. Итак, первый принцип это то, что сначала любовь, потом дисциплина. То есть очень часто мы начинаем перегибать палку в сторону дисциплины, особенно в сторону наказаний. Считаю, что дисциплина это часто равно наказанию, хотя это далеко не совсем так. Но при принятии решения, то есть что значит сначала любовь, потом дисциплина? Что при принятии решения о том, допустим, наказывать ребенка или нет, о том принуждать его к чему-то или нет, настаивать на чем-то или нет, в первую очередь мы руководствуемся, как я должен поступить, как любящий этого ребенка человек. Насколько действительно быть жестким, твердым или наоборот более мягким. То есть на мой взгляд, вот это такой важный момент, что часто идет перегиб в сторону такой жесткой дисциплины. А нередко сначала лучше больше добавить именно любви, а потом уже жестко давить. Мы про это еще поговорим. И в чем это конкретно может заключаться? Например, культура просьб, что я постепенно стал у себя внедрять и стал замечать, что это крайне важно. То есть добиваться, например, хорошего поведения ребенка не через заставляния, не через «я тебе сказал, делай вот так», а через просьбы. Например, вынести мусор. Я подхожу к кому-то из детей и я могу сказать «Так, иди выноси мусор, ты обязан, ты должен». Или «Мы с тобой договорились, вот так вот, давай, иди». Я стараюсь всегда первым делом подойти и попросить, сказать «Вита, вынеси, пожалуйста, мусор, выброси». Можно тебя попросить выбросить мусор? Можно тебя попросить помыть посуду? Или «Сережа, можно тебя попросить помочь Ангелине одеться?» Или что-то еще. И вот эта культура просьб, она начинает очень сильно менять подход и поведение ребенка. Потому что вот представьте себя, взрослого даже человека, к вам приходит ваш руководитель и в одном случае он вам жестко говорит «Так, ты должен сегодня сделать вот это, вот это, вот это». Ну, в принципе, нормально. То есть вы это примете и будете как-то делать. А другое дело, он к вам подходит и говорит «Уважаемый Николай Сергеевич, хотел вас попросить сделать вот это». В каком случае у вас будет больше мотивации? В каком случае вы будете с гораздо более позитивным настроем выполнять эту задачу? Ну, наверное, очевидно, что когда вас просят, эффект гораздо лучший. Точно так же это работает с детьми. Обратите внимание, вот как вы общаетесь. Чем больше ты начинаешь просить, тем чаще оказывается, что не надо настаивать, не надо требовать, не надо заставлять. Ребенок и сам готов, если вы его просто попросите. То есть переходите от распоряжений к просьбам и не заставлять, а стараться заинтересовывать. Вот это очень тоже интересный эффект, что вместо того, чтобы заставить что-то сделать, как правило, ребенок не хочет что-то делать, потому что ему это не очень нравится, а не нравится, потому что неинтересно. Ну, часто. Так вот, если и наоборот, если что-то интересно, то даже если это трудно, надо испытать какие-то лишения, часто ребенок готов на это пойти. Так вот, пробовать каждый раз, ставить себе задачу, вот я хочу добиться чего-то от ребенка. Как его заинтересовать? Как сделать эту деятельность привлекательной для него, чтобы ему самому хотелось этим заняться, это сделать? Ну, из такого, давайте, простой пример. Помыть посуду. Вот я кого-то прошу из них, Сережа, помой, пожалуйста, посуду. А он так, ну, не хочу или что-нибудь начинает кривиться. Я тогда, это один вариант, другой. Кто мне поможет спасти ложку, которая тонет в тарелке? Надо срочно ее спасать, а то она сейчас утонет, будет катастрофа. И вот уже ко мне подбегает, по крайней мере, старшая, младшая тоже подбегает, но ей не доверяем тарелку пока стеклянную, желающих поучаствовать в спасении ложки. Ну, а дальше для того, чтобы спасти ложку, надо взять губку, протереть тарелку, вылить воду, сполоснуть, и тогда ложка будет спасена. То есть, вроде бы одно и то же, но ты немножко это переделал, подумал. То есть, да, это может быть чуть более тяжело. Ну, и здесь мы возвращаемся к идее, которую мы обсуждали с вами несколько видео назад, что воспитание детей – это в большой степени воспитание себя. То есть, проще попытаться заставить ребенка. И почему вот не заставлять? Потому что ты можешь заставить и принудить, пока он маленький. Пока действительно у тебя силы больше, и твой авторитет слишком велик в его глазах. Ты можешь заставить, но пройдет время, и этот инструмент у тебя уйдет. Ребенок станет взрослее, и ты уже не сможешь его заставлять. То есть, ты на попытку его заставить, он тебя пошлет, грубо говоря. Да, в том или в той или иной форме. И если у тебя будет только этот инструмент воздействия на ребенка, то пройдет немножко времени, и тебе просто нечем будет с ним взаимодействовать. И мы, наверное, нередко, вот обратите внимание, когда родители, взрослых подростков, смотришь со стороны, и вот мама какая-нибудь стоит и ругает, ругает, отчитывает. А этот подросток стоит, ему для него это уже такой белый шум фоном идет какой-то. Он на это не обращает внимания, он делает по-своему, и мать такая, вот, что с ним ничего нельзя сделать и так далее. Потому что привыкли, скорее всего, откатив несколько лет назад, мы могли увидеть, что вошло в привычку родителей заставлять что-то делать детей. Заставляли, заставляли. Пока ребенок маленький, он еще как-то, да, ему страшно, ты большой, авторитет, и он подчиняется. А потом постепенно он взрослеет, и это проходит. Поэтому заинтересовать, а вот заинтересованность, это сложнее добиться, но зато работает гораздо тоньше и мощнее. А приказания, можно ли их использовать? Да, но только для сложных ситуаций. То есть это такой, как бы, это жесткий инструмент, которым нельзя пользоваться часто, на мой взгляд. Потому что чем больше ты его используешь, тем хуже он работает. К нему привыкает, он становится назойливым фоном. Ну, представьте себе, что вот у вас есть рядом человек, который постоянно кричит, ругается громко. Долго ли это сработает? Нет, недолго. То есть скоро вы просто начнете это игнорировать, и поймете, что-то какой-то он странный. Ну, даже не буду слушать, что он говорит. Поэтому здесь будьте аккуратны. И наоборот, когда человек обычно спокойный, лояльный, но если его разозлить, что случается очень редко, то тогда он может взорваться, и вот это в гневе страшно. И этого стараются никогда не допускать. То есть если использовать, то редко, но метко. Наказание. Еще вот такой важный очень нюанс. То есть дисциплина часто плотно связана с темой наказаний. За что наказываем? За ошибки или за проступки? И в чем разница? Вот здесь очень важно понять. Я этому учу и взрослых, когда руководителей обучаю технологиям управления. У тебя есть подчиненный. Вот он допустил какой-то косяк. Это ошибка, которую по идее мы должны поощрять, чтобы поощрять инициативу ребенка, либо сотрудника в этом примере. Или это проступок, за который мы должны наказать. Так и в случае с ребенком. Вот допускает ребенок, ну что-то нехорошее произошло. Это ошибка. То есть что такое ошибка? Это когда ребенок не знал, как сделать правильно. Проявил инициативу, и у него что-то не получилось. Ну, например, он не знал, какой правильно. Он пошел в магазин, вы его отправили в магазин что-то купить. Я так, как простой пример. Он приходит, а там этого не было, надо было купить товар заменитель некий. И вот он на свой, как ему показалось, он выбрал что-то, приходит и оказалось, что он взял совсем не то. И вот его начинают ругать. Ну, что ж ты взял, это совсем не то, что за еруда? Но это очень плохо. Почему? Ну, я несколько такую, может быть, простенькую ситуацию взял. И вы скажете, что, ну, там пошел купить что-то, и мы никогда так не сделаем. Но обратите внимание, в иных ситуациях, ребенок, например, куда-нибудь полез или стал что-то пытаться починить и сломал, взял какую-то вещь. То есть, что значит ошибка? Когда ребенок не знал, как сделать правильно, не были заданы рамки, он проявил инициативу. Вот это очень важно. Человек проявил инициативу, мы должны поддерживать всегда инициативу, поскольку, ну, инициативность, то есть, желание действовать и быть инициатором каких-то перемен, это хорошо, на мой взгляд. Так вот, если он не знал, как сделать, попробовал, проявил инициативу, у него не получилось, это ошибка. То есть, человек не знал, как, но все-таки проявил инициативу, и мы должны это поощрять, пусть ошибается снова. Может быть, чуть-чуть корректировать, но ты молодец, что ты попробовал сам, ты сделал какой-то выбор, ты попытался решить проблему или задачу. А что есть проступок? Когда человек знал, как делать, когда мы договорились о чем-то с ребенком, что он что-то делает, либо что-то не делает, а он это все равно делает, он знает, но все-таки, то есть, он напрямую нарушает договоренности. Вот это проступок, за который можно наказывать. И более того, это то, за что мы обязаны наказывать, потому что иначе рамки не работают. Он начинает понимать, что то, о чем мы договорились, это фикция. Давать больше свободы и не отнимать подаренные вещи. Вот это очень такой важный нюанс, что если вы подарили какую-то вещь и потом отнимаете, это по ребенку сильно бьет, ему очень, ну, то есть, чувство такой незащищенности создается. Потому что вот это чувство собственности на какие-то вещи, предметы, оно очень сильно для человека. Если мы его лишаем, этого ощущения, что вот это мое, и у меня не отнимут. Просто так. Это важно. Наказание. Если сомневаешься, наказывать или нет, не наказывать. То есть, лучше не допустить ошибочного наказания, чем наоборот, пропустить и наказать лишний раз. При этом лучшее наказание, это лишить хорошего, а не сделать плохо. А не сделать плохо. Почему? Если сомневаешься, наказать или нет, не наказывать. Ну, то есть, если вы не очень уверены, то лучше пропустить и не наказывать. Потому что, если ребенок сам, ну, откровенно как бы накосячил, то у него будет, его будет за это, будет включаться его совесть. И вот это очень важно. То есть, человек, если знает, что он накосячил, если, в принципе, вокруг это принято вести себя положительно, то он будет знать внутри, даже если вы его не наказали. Внутри это будет знать, что он поступит не очень хорошо. И вот эти муки совести будут над ним работать, производить работу. А вот если вы его наказали, то вы вот эти уже муки совести сняли. Все, все, меня наказали, я индульгенцию получил. Кроме того, наказание все-таки вызывает некое озлобление людей, как правило. И лишний раз лучше этого озлобления не усиливать, этого озлобления. Физические наказания. Но это желательно, на мой взгляд, вообще никогда не применять. Почему? Потому что они, во-первых, унижают, во-вторых, вызывают агрессию. Ну, давайте такой простой пример. Когда папа поет сына, то есть берет ремень, начинает бить его и говорить, нельзя бить маленьких. Сколько раз тебе говорили, что нельзя бить маленьких? Вот, ну, это я так гипертрофирую ситуацию. Но, то есть он словами говорит, нельзя бить маленьких, а при этом наоборот. Вот, действиями своими показывает, что именно так и надо делать. Что если что-то не так, то взял, побил и все хорошо. Но, что на самом деле получается? То есть физические наказания к чему они приучают? К тому, что физические наказания это хороший инструмент. Хотя это далеко не так. Во-первых, унижают, во-вторых, они вызывают, начинают все больше и больше вызывать ответную агрессию в целом и в частности ответную агрессию. Поэтому здесь надо быть очень аккуратным. Я, в принципе, никогда не применяю физическую агрессию. Ну, то есть никогда не бью детей. И в целом у нас в семье. И в самом крайнем случае, если ребенок сам пытается тебя побить, ударить, остановить его. То есть взять, как-то скрутить, чтобы не дать ему проявлять к тебе агрессию. Такое тоже бывает. Привычка к точному часу и аккуратности. Это вот часть дисциплины. То есть приучая к аккуратности в мелочах, ты начинаешь приучать к дисциплине. Например, очень важный, на мой взгляд, элемент, на котором мне еще, в частности, вот я себе как задачу ставлю, предстоит работать. Потому что я вижу, что не всегда это у меня, у детей это встроено. Готовить все с вечера. Что с вечера готовишь себе портфель с учебниками. Готовишь с вечера одежду, которую ты с утра оденешь. Не с утра вскочил там и начал как-то что-то делать. Потому что это всегда будет провоцировать некую нервозность, сбои периодически. Не успели вовремя встать или что-то пошло не так и так далее. Готовь все с вечера. Это очень хорошая привычка, которая в том числе влияет на дисциплину. Отчетность и чек-листы. Ребенок очень любит это заполнять. Я вот прям четко это вижу и на многих детях. Чек-лист обладает таким эффектом самомотивации. Вот я вам пример привожу. Чек-лист занятий Сережи и Витов на неделю. Когда он висит, его хочется заполнить. Даже просто чувство удовлетворения. Когда ты вспомните, если вы сами чек-листы делали или список заданий на день составляли. В конце дня, когда ты вычеркиваешь сделанные дела, возникает такое чувство удовлетворения. Я молодец, я сделал. Особенно если в конце какая-то мотивация. Вы сами себе поставили, либо детям поставили мотивацию. Все сделаешь, будет какая-то плюшка приятная. Поэтому дети любят это заполнять. Это вызывает чувство удовлетворенности. И необходимость отчитываться привносит порядок и стимул. То есть, когда ребенок должен делать некая система отчетности, то это вносит порядок. То есть, это не то, что... То есть, вот такая небольшая бюрократия в виде, допустим, заполнения вот такого чек-листа. Это, на мой взгляд, очень полезная вещь, потому что она вносит... Во-первых, может быть хорошим стимулом. Во-вторых, она вносит порядок и увеличивает дисциплину. Но то же самое, например, составление списка вещей, которые надо взять завтра с собой. Конкретные повседневные действия. То, что также является хорошим инициатором и что хорошо развивает дисциплину, это конкретные действия, которые мы закрепляем, обязанности закрепляем за ребенком. Например, регулярная уборка за собой, аккуратность и бережливость, чистить свои вещи, допустим, ботинки чистить. Уборка кроватей, уборка игрушек и так далее. Пробуждение. Вот здесь такой нюанс. На мой взгляд, не надо будить ребенка. Часто с этим есть такая особенность, что родители, для родителей каждое утро это целый геморрой. Пойти, разбудить, они вставать не хотят, ноют, их там как-то пытаешься, там что-то с ними сделать. Что лучше, купить будильник и чтобы он ставил сам. Берем, покупаем, вот я в Икеа, такой будильник большой такой. Ну, вернее, Сережа сам его себе даже покупал. Мы вместе в Икеа пришли, он взял там будильник такой огромный. И он трезвонит вообще адски на всю квартиру, там не встать невозможно. И вот он сам себе заводит, там на 7 утра завел, включил и все. Он сам это сделал, сам себе поставил задачу. Звенит он, потому что это он сам его поставил, а не кто-то снаружи его заставляет. Потому что, когда идет снаружи, во-первых, мы на себя лишнюю задачу взваливаем. Мы снижаем ответственность ребенка, что он на нас переложил ответственность. Все, это не моя проблема встать вовремя. Это проблема мамы с папой меня разбудить. Не, ничего подобного. Все, вот тебе будильник, вставай сам. И следующий момент это не торопить. Вот если замечали, наверное, такой нюанс, что ребенок начинает что-то делать, одеваться. И вот он начинает это делать медленно. Тебя начинает бессильнее. Ну давай быстрее, сколько можно тупить. Давай одевай эти сапоги или шапку или что-то еще. И ребенка начинаешь торопить, и он начинает делать все еще медленнее. Как будто тебе назло, еще сильнее бесит. На самом деле это естественная реакция у ребенка. Мощное оружие в борьбе с распорядком дня. Ну то есть что-то вроде протеста, который ребенок выражает. Ах, вот так, ты меня пытаешься заставить, а вот я еще медленнее буду делать. Лучше просто спокойно начать помогать. Вот это работает намного лучше. При этом, при этом вот еще такой нюанс хотел откатить назад про пробуждение. Сказал про обучение. На мой взгляд, задача, часто родители берут на себя обязанность делать с ребенком уроки. На мой взгляд, это неправильно. То есть он должен сам это делать. Почему? Потому что в чем главная задача домашних заданий? Опять же, на мой взгляд, это далеко не выучить предмет. Это вторично. Суть домашних заданий научить человека самостоятельно работать над задачей. Самостоятельно. А как только мы начинаем садиться вместе с ребенком что-то делать, вот это само уходит. То есть он перекладывает на нас ответственность уже на родителей. Это ответственность родителей заставить меня сесть, чтобы у меня все было сделано. А я чего? А я ничего. Это родитель должен сделать. Поэтому, на мой взгляд, не надо садиться с ребенком ни в коем случае делать домашние задания. Если, кроме вариантов, тогда он просит помочь. Если он просит помочь в чем-то разобраться, можно помочь. Но вот садиться с ним и делать, я считаю, это надо исключать. Пусть сидит, ну вот моя позиция, пусть получает двойки. То есть ему это быстро надоест, скорее всего. Не очень понравится это быть двоечником. То есть это его задача. Он должен освоить этот навык самостоятельной работы. И вот это главное. А то, что он там математику как-то недовыучит, конкретный урок, я считаю, это очень второстепенно. Но, может быть, вы со мной не согласитесь. Поэтому домашние задания тоже не делать. Критические выходки. То есть когда ребенок начинает делать вот что-то совсем такое из ряда вон. Как с этим быть? Ну, например, украсть что-то в магазине или что-то еще. Надо понимать, что это будет вот такой соблазн будет появляться у ребенка. И у взрослых также появляется. Соблазн сделать что-то из ряда вон. Что-то такое. Пройти некие нравственные приключения. Пройти вот через такое соблазн. Взять его, реализовать этот соблазн. Испытать себя. Это вот как в пределе этого Достоевского его преступления. Наказание пройти вот через вот эти все мучения, на которые он сам себя изначально обрекает. Так вот, ребенок точно так же будет регулярно делать что-то из ряда вон. Ну, и регулярно, не каждый день, не каждую неделю, а, допустим, каждый год. Какие-то поступки, которые вот прям конкретно из ряда вон. Так вот, как с ними быть? Если попался, обязательно наказывать. Иначе обидно, потому что он и ожидает этого, что если он попадется, то его накажут. А если не наказали, если то, ну что же это за речь? Он будет тогда еще больше пытаться сделать. То есть, так, я своровал, а мне даже ничего не это. А попробую-ка я больше, потому что как это так? Должно было преступление, должно быть наказание, а тут ничего не произошло. Но лучше, чтобы не попался. Потому что тогда вот он, допустим, украл и не попался. И, или даже если есть возможность, вы знаете, но есть возможность не заметить, лучше не заметить. Потому что тогда он будет мучиться, опять же, включится вот этот инструмент совести, который является гораздо более важным. Тогда он будет испытывать вот эти муки совести и в следующий раз уже не захочет, потому что ему, его внутреннее нравственное начало не позволяет. А не потому, что он боится, что его поймает. И вот постараться дать, дать почву для этого и дать возможность созреть вот этому зерну нравственности внутри человека и морали, вот это гораздо более важная и непростая задача. Итого, детям нужен порядок и правила поведения. Они хотят и ждут их. Это делает их жизнь понятной и предсказуемой, создает чувство безопасности. Поэтому вот этот порядок, правила стоит вводить, стоит обговаривать. Стоит обговаривать условия, а что будет, если ты их нарушишь. Тоже, чтобы мы с ребенком договорились и он знает, что будет, если он что-то не сделает и наоборот, если что-то сделает. Хорошо, друзья. Надеюсь, что-то из этих вещей было вам полезно. Буду благодарен за обратную связь, за ваши мысли, комментарии. Напишите, пожалуйста, что вы думаете по поводу дисциплины. Особенно буду рад, если вы поделитесь какими-то вашими инструментами, которые работают у вас и которые я смогу от вас перенять. Спасибо большое. Внизу в комментариях можете пройти, посмотреть некоторые бонусы дополнительные, которые я вам подготовил. И напомню, сегодня мы с вами говорили про систему воспитания детей, про дисциплину. И до встречи в следующем уроке. Успехов!